Вот почему люди, несмотря на весь этот огромный донат, на весь этот огромный хейт, продолжают играть в Overwatch 2. Я раскрыл этот секрет. Аю, с вами Трэнди, и это еженедельные новости каждое воскресенье в 11.00 по Москве у меня на канале. На прошлой неделе я наблюдал офигенную картину, как вы за уши просто вытаскивали воскресные новости по статистике. Они стартовали там с какого-то с восьмого места или типа того, и мы вот так вот их вытащили до четвертого места. Мы еще не вернулись к предыдущим показателям, которые у нас были, но мы уже оттолкнулись от дна. Всем огромное спасибо, кто ставит лайки и пишет комментарии. А мы переходим к новостям, чтобы не затягивать. В США Федеральная торговая комиссия собирается подавать в суд на Microsoft или уже подала в суд на Microsoft. Короче, ситуация очень сложная. Кто не знает, это независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей. Они типа говорят, что Microsoft после сделки с Activision Blizzard могут очень негативно повлиять на рынок видеоигр. Об этом я рассказывал еще в прошлых новостях, что они могут манипулировать этим всем, ухудшать качество игры на других платформах и бла-бла-бла. И вот самое интересное, если FTC проиграет суд Microsoft, то они будут обязаны возместить мелкомягким аж 69 миллиардов долларов. То есть чуваки вообще идут ва-банки. И типа прикол в том, что Microsoft может вообще по сути бесплатно себе получить Activision Blizzard. Вот это поворот! Но это только при условии, если FTC все-таки подали в суд на Microsoft и в итоге его проиграют. А то вообще непонятно. Сегодня они подают на них в суд, завтра не подают. Короче, ситуация вообще максимально запутанная. В начале года в принципе должно стать понятно, что будет со сделкой. Если британская антимонопольная служба и европейская комиссия одобрят эту сделку. Плюс Китай поступает почти всегда так же, как еврокомиссии. И в итоге у нас получится три голоса за сделку и один голос против сделки от США. И в итоге у FTC не будет выбора, кроме как отступить. И вот эти шаги Microsoft по предложению сделки Nintendo и Sony как бы играют им на руку. То есть это прям супер козыри в рукаве, что они заключают 100% сделки, что Call of Duty будут выходить и на Nintendo и на PlayStation. И недавно Microsoft даже предложили Sony, чтобы Call of Duty была в их подписке PS Plus. Чтобы люди могли выбирать, играть по подписке на платформе Xbox в эту Call of Duty или по подписке на платформе Sony. Это вообще, по-моему, самая мозговыносящая новость. То есть теперь я вообще не знаю, как Microsoft собираются пересаживать людей с PlayStation к себе на Xbox или в ПК подписку, да? После таких заявлений, если игра будет в подписке у PlayStation. Ну, видимо, им прям совсем надо потратить свои деньги и купить эту Activision Blizzard. Но с другой стороны, если сделка все-таки не состоится и все эти антимонопольные службы запретят это делать, то Microsoft все равно придется выплатить Activision Blizzard охренеть сколько денег. Просто невероятное количество денег, типа неустойку. Так что Microsoft по сути тоже идут ва-банк. Либо они отдают Activision Blizzard деньги просто так, ни за что. Либо они все-таки приобретают себе Activision Blizzard, что тоже неплохо. Ну а Sony пока вообще никакие предложения Microsoft не принимает и я так понимаю, что даже особо не рассматривает. Они такие, да в пень, нам даже в подписке эта Call of Duty не нужна, если она будет принадлежать Microsoft. Ситуация такая неприятная. Sony сопротивляется вообще как только может. И один аналитик даже говорит, что Sony ведут себя как двухлетний ребенок. Но это его частное мнение, по мне так Sony типа бодается просто как лев до последнего, ну не знаю зачем правда. Но смотрят на десятилетия вперед. Реально, если через 10 лет Microsoft перестанут выпускать Call of Duty на их платформу, я думаю, что им будет уже не весело. Вот сейчас они пойдут на уступки, а через 10 лет фиг знает что будет. Что у нас в это время происходит на PlayStation? А там у нас подъехали скидочки на все подписочки PS Plus. Премиум можно урвать со скидкой 25% экстра, с 30% скидки, а Essential со скидкой аж 50%. И тут я вам скажу так, Essential в принципе не дает никаких плюшек особых, кроме дополнительных скидок и онлайна, так что ее можно смело брать в Турции по очень вкусной цене. Ну а для экстра и премиум, как мне кажется, можно рассмотреть покупку в Польше. Потому что сейчас скидочка, цены очень приятные, а в Польше у нас по подписочке игры с полным русским переводом. То есть если в Турции вы берете какую-нибудь Deluxe подписку, даже не премиум, там типа в Турции она обрезана немножко. Так вот, если вы берете Deluxe, то там очень большое количество игр без полного русского перевода. А некоторые вообще полностью без русского перевода. То покупая ходы оплаты через нашего бота, ссылочка на который в описании, получаете и Человеков-пауков с полным русским переводом, и God of War с полным русским переводом, и еще сотни игр в придачу. Короче, новость офигенная, и как мне кажется, подписки экстра хватит большинству людей. Но если вы хотите прям попробовать самый полный фарш, который предоставляет Sony, то можете подписаться на премиум. В год 6500 рублей, это дешевле, чем официальная цена на тот же Xbox Game Pass. Офигенно, классно, по-моему. На этой неделе у нас с вами какие-то супер судебные новости. Канадский суд согласился рассмотреть коллективный иск против Fortnite и Epic Games о зависимости детей от игр. Впервые иск против Fortnite и Epic Games был подан еще в 2019 году. В нем утверждалось, что разработчики Королевской битвы специально сделали игру такой, чтобы она вызывала зависимость. Исцы заявляли, что их дети тратят в Fortnite по 500-600 долларов в год, и у них вырабатывается зависимость от игры. И вот в декабре 2022 года судья наконец-то встал на сторону ИСов и согласился рассмотреть дело, поскольку в нем поднимается справедливый вопрос о качестве продукции ответчиков и опасности Fortnite. Но если кто-то сейчас испугался, что Fortnite реально признали какой-то не такой неправильной игрой, которая вызывает зависимость, то нет. Судья не увидел доказательств тому, что Fortnite намеренно создавалась таким образом, чтобы вызывать зависимость. Я даже не представляю, каким образом разработчики могут сделать игру так, чтобы она специально вызывала зависимость. Ну хотя какой-нибудь там Raid Shadow Legends или тому подобные гринделки, которые именно нацелены на полностью донатную систему, там можно в принципе сказать, что там гачи-механики, там они рассчитаны на лудоманов и тому подобное, но Fortnite вообще ни разу не подходит под это описание. Ну и Epic Games тоже как бы ссылается на то, что был недостаточно доказательств тому, что их игра вызывает зависимость, и тем более зависимость намеренно. Мне кажется, если бы разработчики знали, как намеренно вызывать зависимость у игроков, они бы этим пользовались. Ну пока Fortnite единственная игра в мире, которая прям настолько популярна. Но тут секрет по сути прост, просто пили контент, который будет интересен людям, и все. Больше никаких секретов тут нет. По данным VGChats, Nintendo Switch обошла по продажам PlayStation 4. Продажи Nintendo Switch на конец сентября 2022 года были установлены на отметке 114 миллионов экземпляров. А продажи PlayStation 4 на конец марта 2022 года были установлены на отметке 117 миллионов экземпляров. А в августе Sony заявила, что больше не будет делиться продажами консоли, а это значит, что жизненный цикл ее завершен. И в итоге, по несложным подсчетам, они там сложили 2 плюс 2, у них получилось 64, и в итоге Nintendo Switch у нас выбилась в лидеры, ну обогнав PlayStation 4. Потому что за этот период она явно продалась лучше, чем PlayStation 4, там бла-бла-бла, короче математика. Теперь Nintendo Switch является четвертой самой продаваемой консолью в мире, и второй самой продаваемой домашней консолью. Впереди Nintendo Switch только геймбой с продажами в 118 миллионов. Но как я понимаю, по предыдущим анализам всех аналитиков, Nintendo Switch вполне себе имеет шанс выйти на первое место по продажам среди всех консолей всего мира за все время. Но как заявляет Switch Break, Vigi Chats это не самый надежный источник, которому следует доверять, и более конкретные результаты мы узнаем в феврале, после очередного собрания инвесторов Nintendo. Короче, поживем увидим, но я думаю, что это в принципе правда, что Nintendo Switch обогнал PlayStation 4 по продажам. Тут как бы бабки не ходить, в любом случае когда-нибудь обгонят. Новый турнир в Т-399, посвященный Кирби Дримс Буфет, состоится 16 декабря в 10.00 по московскому времени. И там вы можете получить бесплатную тему для игры, если наберете 100 очков за участие или победу во всех матчах. Событие закончится 20.00 декабря, а также в 10.00 по москве. Но в этой ситуации есть и своя тупость. Вы спросите, какая может быть тупость в турнире по Т-399? А я вам скажу, что многие люди в прошлом году сидели, играли в эти турниры по Т-399. Я обо всех о них рассказывал. Получали вот эти вот свои фоны. А потом Нинтендо пришли такие и сказали, вы теперь эти фоны все, которые были до этого, можете покупать там за золотые очки или за серебряные, за платиновые. Ну короче, вы поняли, просто прийти в магазинчик и купить понравившиеся темы. И знаешь что? Я так подумал. Ты охуел в краю, сука, ебаная падла. Но в любом случае, эти события по Т-399 классные и немножечко разноображивают вашу игру. Вы не просто сидите и собираете Тетрис, а вы еще и боретесь как бы за какие-то призы. Короче, классно, в любом случае. THQ Nordic объявили дату выхода Spongebob Squarepants The Comic Shake. Игра выйдет на Нинтендо Свитч 31 декабря 2023 года. И насколько я понял, на другие платформы она выйдет чуть пораньше. Там на недельку или на две, что-то такое. Но в итоге на Нинтендо Свитч мы в нее сможем поиграть только в конце января. И я так понимаю, что вот этот предыдущий Spongebob, который выходил переиздание какой-то старой игры на Нинтендо Свитч и на других платформах, в итоге зашел людям. И все активно его покупали, играли, несмотря на то, что игра превратилась в мем. И THQ Nordic посмотрели на все это. И таки, почему бы нам не сделать новую игру по Spongebobу? Также у нас будет классный платформер, там со всякими загадками и тому подобное. Выпустим, еще денежек заработаем. И вот они в итоге выпускают. Я в любом случае игру жду, надо будет посмотреть. Ну потому что предыдущая часть была и правда неплохой. Товарищи, я конечно еще тот теперь, вы знаете. Но я чуть не упустил тот момент, что сегодня у нас сотый выпуск новостей. Я заметил это только на моменте, когда отправлял монтажеру видео. Потому что у меня как бы все видео промнумерованные. И вот это у нас сотый выпуск. Вы просто посмотрите, с чего мы начинали эти новости. Реально я начинал снимать это на вебку, там за тысячу рублей. Или даже дешевле рублей, там 700 она стоила. Микрофон там за 2000 рублей был. Огромный поп-фильтр. И главная фишка новостей была в том, что из окна лупило солнце, которое всегда засвечивало картинку. Но вот лично меня это вообще никогда не останавливало. И я всегда продолжал работать и снимать видосы. Раз за разом, раз за разом. И все 100 выпусках вышли в 11.00 по Москве в воскресенье. Иногда было такое, что они выходили в 11.00 по Екатеринбургу, потому что я путаюсь в часовых поясах. Но тем не менее, всегда в 11.00 выпуски были в воскресенье на канале. Ни единого в воскресенье не было пропущено. 100 выпусков. И самый популярный выпуск новостей на данный момент набрал аж 84 тысячи просмотров. Это вообще какой-то космос. Да и вообще на самом деле, некоторые выпуски новостей очень даже неплохо набирают. Я когда снимал первый выпуск новостей, у меня практически ничего не было. Как я уже сказал, вебкотом за 700 рублей, микрофон за 2000. И собственно говоря, все. Ни просмотров, ни лайков, ничего не было. Сейчас моя комната превратилась уже в какую-то прям съемочную комнату. То есть тут стоят два огромных софтбокса. У меня стоит камера, у меня два монитора, у меня ОБС тут перед глазами. Даже вот светильнички купил, которые сзади светят. И на самом деле, я со временем начал себя гораздо увереннее чувствовать перед камерой. Могу вот так отраситься с вами разговаривать себе спокойно. А когда только начинал, я реально такой, блин, что делать? Я что-то должен говорить на эту камеру, вообще не понимаю, что мне сказать, куда сказать, в какой момент сказать. Как мне обозреть ту или иную новость. И выпуски длились реально там по 10-15 минут. И я думал, как я буду 10 минут рассказывать о каких-то новостях. Но с каждым разом новости все увеличивались, увеличивались, увеличивались. И теперь 30-40 минут новостей, это просто обычная прогулочка для меня. Только бедный монтажер, который все это монтирует. Он, кстати, за это время тоже существенно прокачался. Да-да, я! Ну, первые выпуски, понятное дело, я сам монтировал. А потом за это взялся монтажер. И теперь, я думаю, когда вы смотрите новости, вы еще и от монтажа кайфуете. Потому что там мемчики всякие, переходики, там все в тему сделано. Я сам иногда пересматриваю. Вот когда сидишь, записываешь такое. Фуууууу, ебать, какое давно! А потом монтажер мне скидывает готовый вариант. И я такой хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот это классно получилось. И вот так вот потихонечку, помаленечку развиваемся, расширяемся. И надеюсь, с каждым годом нас будет становиться все больше. Теперь давайте переходить к новостям, чтобы не затягивать. Максимально затянул, как мог. Ну и давайте переходить к супер классным новостям этой недели. Во-первых, у нас на Nintendo Switch подъехали опять полноценные моды для игр, в этот раз в SnowRunner. Там разработчики выкатили обновления и туда была добавлена новая игра плюс, кросплей и множество дополнений. Но самое неожиданное было, что разработчики добавили поддержку модификаций на Nintendo Switch. Подборка достойных модификаций на консолях обновляется еженедельно. Так что теперь, кто постоянно играет в игру, не потеряют к ней интерес. Также разработчики выпустили в продажу сезонный пропуск третьего года. Он включает в себя дополнения с девятого по двенадцатый сезон, которые выйдут в течение следующего года. Тут, когда я вам сообщил все новости по SnowRunner, это как бы кайфово, что разработчики поддерживают игру. Но тут я вам еще должен сказать, что SnowRunner на Nintendo Switch еще и идет лучше, чем MoodRunner. Так что если кто-то выбирал себе купить MoodRunner или SnowRunner, чтобы вот помесить грязь, то я вам советую присмотреться больше к SnowRunner. Фпс стабильнее, картинка приятнее, короче кайф, всем советую. Ну как всем, только фанатам помесить грязь на машинах, потому что, ну, большинству людей, наверное, это не очень интересно. Аваланч Софтвер объявила дату выхода Хогвартс Легаси на Nintendo Switch. Это у нас 25 июля 2023 года. И тут я как бы должен был радоваться этому, но новость на самом деле очень грустная. Потому что игра на другие платформы выйдет аж 4 апреля 2023 года. И соответственно я думаю, что очень много людей уже пройдут эту игру на других платформах и версии для Nintendo Switch уже многим будет совсем неинтересно. Но в то же время, если разработчики запарятся и сделают какие-нибудь кросс-сохранения для Хогвартс Легаси, вот это будет совсем другой разговор. В любом случае ждем. Я, честно говоря, версию для Nintendo Switch специально ждать не буду. Я, наверное, пройду игру на PlayStation 5 или на Steam Deck'е каком-нибудь или на Xbox'е. Короче, в любом случае где-нибудь пройду до версии для Nintendo Switch. Тут у нас произошел небольшой скандал вокруг CD Projekt Red. Во-первых, они у нас опубликовали новость о том, что они переделывают полностью вообще там всю русскую локализацию для игры. Они потратили сотни часов на дополнительное тестирование перевода, нашли и исправили много мелких ошибок и неточностей в текстах, изменили некоторые реплики в диалогах, а также актеры озвучания полностью вычитали весь игровой текст. А это суммарно более миллиона слов. И в итоге у нас в обновленном Ведьмаке, который уже вышел на новое поколение, полностью-полностью там с переработанной графикой и тому подобное, будет еще и нормальная локализация. Там без ускорений, без замедлений, без ошибок и так далее. Но это, конечно же, вызвало огромный скандал, что сделали русский перевод для игры, потратили столько времени и сил, чтобы вот в такое непростое время завести русскую локализацию. Все в последнее время отказываются переводить игры на русский язык, даже с субтитрами. А тут, видите, прям полностью озвучку переделали. Русскоязычных людей в мире, я думаю, что немало, и на них тоже шел расчет. Так что многие сейчас вернутся играть в Ведьмака 3, в том числе и я. Тут у нас подъехала еще одна офигеннейшая новость, я прям супер доволен, реально кайфушечка. На Game Awards объявили, что в разработке находится Хедес 2. Я не знаю, как я до этого пропустил эту новость, но вот свечу Несс об этом написали, я такой, чё, серьезно, Хедес 2 в разработке, кайфушечка. Да, многим не нравятся именно рогалики, в том числе и мне, но отрицать, что Хедес был офигенным я не буду. Я в него наиграл немало времени, но, честно говоря, сил на рогалики у меня не хватает, да и нервов, честно говоря, начинает все время все сначала, прям бесит. Плюс Хедес 1 на Nintendo Switch, как по мне, самая четкая игра, именно в плане картинки, там вообще ни мыльца, никакой ни зернинки, ничего нет. Прям супер красивая картинка, реально прям запарились, кайф. Так вот, во второй части вы, как бессмертная принцесса подземного мира, будете исследовать большой и глубокий мифический мир, побеждая силы Титана Времени, используя всю мощь Олимпа за вашей спиной. Вам предстоит пройти захватывающую историю, которая постоянно разворачивается через каждую вашу неудачу и достижение. Кстати, да, одна из особенностей Хедес, что вы не прям супер с нуля начинаете, там вы докуда доходите, там что-то немножечко прокачиваетесь, потом чуть дальше доходите, еще прокачиваетесь, то есть вы не прям с голой жопой каждый раз начинаете, если уж грубо говорить, тут я думаю, что примерно так же будет. Короче, ждем. На Nintendo Switch наконец-то вышел Crysis Core Final Fantasy 7, и эта игра вообще пушечка-гоночка оказалась, там и графика нормальная, и фпс плюс-минус стабильный, почти всегда тридцаточка, я посмотрел тесты, иногда, да, бывают просадочки до 26 кадров, но это происходит супер редко, да и критики на самом деле очень даже неплохо оценили игру, говорят, что его прям переработали классно, все супер сделано, ну и игроки в принципе плюс-минус с ними соглашаются, так что реально ознакомьтесь, советую. В стиме стартовали предзаказы на Last of Us Part 1, вот эту переработанную версию Last of Us. Игра будет оптимизирована для стимдек, как и остальные игры от Sony, кто не знает, можно там и в Uncharted, и в God of War погонять на стимдеке без каких-либо проблем, даже в Days Gone нормально идет, ну короче, все, что я пробовал на стимдеке от Sony, все работает отлично, где-то, правда, надо ФСР-ку подкрутить, где-то настройки снизить, но в целом очень даже неплохо все работает, так вот Last of Us Part 1 не будет исключением. И возможно, я все-таки наконец пройду игру, потому что вот, например, тот же Uncharted на PlayStation я не смог осилить, я первую часть кое-как прошел там с большими перерывами, на этом все, мое терпение закончилось, я дальше не стал проходить Uncharted, потому что скукота скукотища, а вот на стимдеке я с огромным удовольствием пробежал тот же Uncharted 4, и думаю, что с Last of Us Part 1 случится примерно то же самое, на стимдеке я ее себе куплю и с удовольствием пройду. Кстати, кто себе хочет стимдек, ссылочка на бота по продаже кодов стима в описании, там есть вообще все инструкции, как самостоятельно заказать себе стимдек из Германии. Nintendo у себя на сайте наконец-то в этом году запустили страничку, где вы можете посмотреть свою стату в играх, сколько во что вы наиграли, сколько времени провели в играх и так далее. И я с удивлением посмотрел на статистику подписчиков, потому что в Телеграме люди делятся своей статой, кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал, ссылочка в описании, вы чего? Там у нас 5000 человек, если что. Так, это вам не хухры-мухры? Так вот, в комментариях люди делятся, и реально все еще в 2022-м люди играют в Зельду. Очень даже популярная игра. Ну и также среди подписчиков очень большая часть людей играет в Splatoon 3. Splatoon 3 прям выстрелил в этом году. Я думаю, что у него продажи будут очень хорошие, очень успешная игра. И, возможно, у меня такое подозрение, что завезут туда, может быть, какой-нибудь платный контент. Не хочу упускать-то вот такое вот-то-вот-то кучу денег, если игра так популярна. Но в любом случае ссылочка на эту страничку есть в Телеграме. Можете перейти, посмотреть, узнать свою статистику. Да и в интернете можете найти эту страницу, посмотреть свою статистику. Своей статистикой я, конечно, поделиться не могу, потому что мои аккаунты — это общие аккаунты, и в них играет дофигища народу. Так что точную статистику узнать нельзя. Ну и главное, главнейшая, главнючая новость, скорее всего, можно сказать, 18+, так что если вам нет 18, то отойдите от экранов. Ну, с другой стороны, это больше про игры, конечно же. Чем прошел такой 18+, но, тем не менее, я вас предупредил, перемотайте на следующий тайм-код, если вам нет 18. У нас Порнхаб подвел итоги года по самым популярным игровым запросам. Сегодня мы обсуждаем только их, потому что канал про игры, да? Так вот, количество переходов на Порнхаб с Иксбоксом в 2022 году уменьшилось на 30,6%, тогда как с Плейстейшн трафик увеличился на 20,6%. Ну и устройства Сони в этом году, как и всегда, собственно говоря, остаются лидером по трафику на порно-сайте среди консолей. А трафик с Плейстейшн вид упал на 62%, то есть все-таки консоль, скорее всего, ну, все загибается, уже никто ее не покупает, но, по крайней мере, в интернет не выходит. Среди игр посетителей сайта чаще всего искали персонажей из Фортнайта, Овервотч и Геншин Импакт, а Киберпанк 2077 расположился на шестой строчке, поднявшись сразу на 12 мест по сравнению с предыдущим годом. А все потому, что игру потихонечку дорабатывают, все больше людей с ней ознакамливаются, сдувают пыль, так скажем, с игры, которую они приобрели там в каком-то в 2019 году, наконец-то расчехляют, ее начинают перепроходить, и вот вам трафик растет на сайте. Ну а самым популярным персонажем из игр стала Дева из Овервотча. Ну, я так понимаю, это, скорее всего, потому что она на всех обложках, самая популярная и тому подобное, кто не знает, она выглядит вот так, если монтажер до этого не вставил ее изображение, но будет два изображения, если что, да? Ну а самое интересное в этой статистике, что следующий герой видеоигр, который расположился в этом топе, отстает от этой Дева аж в два раза. И там у нас Майнкрафт Дженни Мод, хз вообще, че это такое, первый раз слышу. Да и вообще, на самом деле, если посмотреть на этот топ персонажей, которые чаще всего находятся на этом сайте, людьми, он почти весь состоит из персонажей Овервотча. Вот почему люди, несмотря на весь этот огромный донат, на весь этот огромный хейт, продолжают играть в Овервотч 2. Я раскрыл этот секрет. Все, на этом я статистику с Порнхаба закончил, потому что у нас только про игры. Дальше сами изучайте. Ну и давайте пробежимся по скидочкам, которые у нас происходят сейчас на всех платформах. Во-первых, у нас Хедес, о котором сегодня разговаривали, да, со скидочкой аж 50%, 12,5 баксов в США стоит. Коллекция Портал со скидкой 33% продается за 13,5 баксов. Дайн Клайт продают со скидкой 60%. За 20 баксов, кстати, я в Дайн Клайт 2 начал играть, он вообще ни разу не такой классный, как Дайн Клайт 1. Дайн Клайт 1 вообще пушечка, мне нравится. Диабло 3 можно урвать со скидкой аж 50% за 30 баксов. Hollow Knight, кстати, у нас тоже со скидочкой 50%, можно взять всего лишь за 7,5 долларов. Я не знаю, если вы не купите за 7,5 долларов Hollow Knight, я даже не знаю, что с вами не так. Disco Elysium 50% скидочка, 20 баксов игра стоит. Ну и Divinity Original 2 из интересного тоже скидочка 40%, правда, не самая большая за все время. 30 баксов игра стоит. Ох, че я увидел, еще и Катана Зира, и Селеста у нас по скидочке. Ё-моё, вот тоже можете присмотреться, реально копеечные игры, но супер классные. Селеста прям супер сложная, а Катана Зира прям супер экшовая, классная, прикольная. Ну и там, конечно, все самое популярное, у нас тоже присутствуют и всякие Скайримы, и всякие Думы, и тому подобное. Ну и Star Wars тоже подъехали. Ну а польский регион у нас в плане скидок что-то немножечко отстает. На Nintendo Switch тут, я вижу, из прям супер классного, также только Headis скидка 50%, 50 злотых, да, и Portal со скидкой 33%, также 51 злотую стоит. Ну а все остальное, плюс-минус стандартные скидочки, реально очень разочаровывает, че-то Польша в последнее время, хотя до этого там были прям супер-пупер скидочки. В Польше на PlayStation у нас скидочки вообще никак не поменялись, там Far Cry 6, Skyrim, Sonic Frontiers, Star Wars и Doom. Ну и в Steam, если кому-то интересно, там скидочки уже подходят немножечко к концу, да, по-прежнему там Red Dead Redemption можно купить, еще там пару игр. Суть в том, что заметил, что тоже Divinity Original Sin 2 по скидочке, у нас он в США на Nintendo Switch сколько там, 30 баксов или сколько стоит, да, то в Казахстане в Steam он стоит 250 рублей, ну там со всякими комиссиями и всякими обменами, ну может быть рублей 300 обойдется, 300 рублей против 30 баксов. Ох, конечно Steam в этом плане очень приятный. В Steam и Казахстана пока самое интересное, это распродажа Resident Evil и вообще игр Capcom, там просто вообще все по скидкам за супер-кайпейки можно купить. Ссылочка на бота Steam тоже в описании. Ну а сейчас на экране самые классные люди, которые делятся своими играми для Nintendo Switch, в которые вы можете поиграть, поддержав меня на Boosty, ну а также люди, которые меня поддерживают на Boosty больше чем на 750 рублей в месяц. Огромное вам спасибо, это прям максимально меня мотивирует снимать видосы. Ну а на этой неделе у меня все, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока.